В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Вопрос задает Александр Юшкевич. Добрый день, Константин Юрьевич. Если провести сравнительную оценку боевой мощи флотов в США и России, я так понимаю, что преимущество все же пока на стороне США. Правильно? Правильно. Пусть это прозвучит по-дилетантски и на грани фантастики, но все же, если представишь, что вооруженные силы США прямо завтра решили вероломно и внезапно нанести всей своей мощью заранее спланированные масштабные удары по военным объектам и инфраструктуре на нашей территории. И для этого использовали бы основные силы своих военно-морских и воздушных флотов. Что было бы? Ничего себе ваш вопросик, да? Да, так вот, что было бы? Учитывая недавнее заявление нашего президента Путина касательно нашего превосходства военной мощи против любого агрессора, Путин сказал, мы сильнее любого агрессора, точно, да, на коллегии Министерства обороны в декабре 2016 года. Да, так учитывая заявление Путина, «По вашему мнению, смогут ли наши вооруженные силы оперативно и эффективно отразить нападение и нанести агрессору невосполнимые потери? И как бы могли развиваться события, на ваш взгляд, если бы США в самом деле решили вероломно нас атаковать?» Ну, нельзя в современном мире так это все вдруг и сделать. Учитывая все средства наблюдений, разведки, которые имеют место быть всегда, предшествуют массированному нападению какой-то особый период. Например, если говорить о флоте, американцы вынуждены будут для нанесения такого массированного удара развернуть, то есть задействовать все корабли, которые у них есть. То есть они должны будут вывести и увеличить свои морские группировки, не знаю, в 5-6 раз. То есть это совершенно очевидно. Причем не обы где увеличить, а именно на тех направлениях, с которых наиболее эффективно наносить удар по нашей территории. То есть скрыть подготовку к такому удару невозможно. Это просто невозможно. Ну и, помимо всего, американцы, они сегодня технически к этому не готовы. Вот американский журнал «Дефенс Ньюз», «Новость обороны», он 6 февраля опубликовал такую статью показательную. Она называется «Приземленная». 62% палубных истребителей ВМС США не в состоянии подняться в воздух. Причина столь неудовлетворительного состояния американской морской авиации, 62% не могут взлететь в нехватке средств на ремонт. Вот в статье сказано, в первую очередь необходимы средства на содержание уже существующей техники, чтобы она была в боеспособном состоянии. А их не хватает. Это мнение американских же специалистов. Ну, говоря о том, что там чуть ли не две трети самолетов не могут подняться, в первую очередь авторы этой статьи имеют в виду палубные истребители ФА-18, «Хорнет», «Шершень», «Хорнет» и «Супер Хорнет». Скажите нам их фотографии. Да, это вот основное ядро палубной авиации Соединенных Штатов Америки. Так вот, по сведениям издания Defense News, сегодня 35% этих самолетов не могут взлететь, потому что им не хватает запчастей. Ну, не могут они летать. А еще 27% истребителей в настоящее время проходят техобслуживание. Ну, на ремонте находятся. А в общей сложности, если не только брать авиацию корпуса морской пехоты, не только палубную авиацию, а в целом всю авиацию Соединенных Штатов Америки, не могут быть использованы 53% всех самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении военно-морских сил США. Вы вдумайтесь, то есть больше половины, причем это истребители, и военно-транспортные самолеты, и самолеты разведки, и дальнего радиолокационного обнаружения, это ударные и десантные вертолеты. То есть в общей сложности больше 1700 летательных аппаратов американских, которые числятся, они реально находятся, так сказать, в боевом составе, но они не могут взлететь, они не готовы выполнять боевые задачи. И хотя в настоящее время Пентагон готовит, вот в статье написано, обоснование для пересмотра военного бюджета и финансирование оборонных программ с 2017 на 2023 финансовые годы. То есть вот они хотят как-то это исправить, но это, извините, там до 2023 года все. А пока вот 7 февраля, ну по-нашему 7, по их 6 февраля, Трамп выступил на базе американских военно-воздушных сил, база МакДил, находится в штате Флорида. И вот он там выступил, и в ходе встречи с личным составом заявил следующее. Для меня честь выступать перед вами, великими героями Америки. Но флот США истощен. Наш флот сегодня находится в такой же низкой точке, как и во время Первой мировой войны. Это было очень давно, это плохо. Этого больше не повторится, ребята. При мне нет. Но Трамп, так сказать, он в своем репертуаре. Но тем не менее, повторится, не повторится. А как исправлять ситуацию? Вот в прошлом году еще перед выборами, то есть еще до того, как он был избран президентом, он там же во Флориде выступал на митинге на предвыборном. И заявил, что он доведет боевой состав военно-морского флота Соединенных Штатов Америки до 350 единиц. Сейчас официально 274. А он доведет до 350. То есть еще больше 70 кораблей боевых он обещал построить. Но это, учитывая те цены, те расценки, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, это колоссальная цифра. Но если там авианосец, который они строят сейчас, и его никак не могут 10 лет ввести в боевой состав, Джеральд Форд, уже им 14 миллиардов долларов стоил. А атомные подводные лодки там по 4 миллиарда долларов. Каждые. Какие деньги нужно вложить? Какие ресурсы? Дел же не только в деньгах. Ну, в первую очередь, в них, конечно. Причем, американцы не могут, многие говорят, да они деньги печатают. Ну, печатать-то можно печатать, конечно. Но нельзя это делать бесконечно. Огромный дефицит бюджета. Там 250 миллиардов долларов в год они тратят только на проценты, на обслуживание долга. Это во-первых. Во-вторых, деньги, которые они вбрасывают, они оказываются потом на спекулятивных рынках. Они не работают внутри экономики. Они надувают пузыри. Спекулятивные пузыри. И вот в 2008 году один из таких спекулятивных пузырей сдулся. И в результате и сами американцы, и весь Запад был, так сказать, вброшен в жесточайший финансово-экономический кризис, от которого до сих пор не оправился. Так что не надо думать, что для них это вообще, так сказать, плевое дело. Сколько надо, столько нарисуем. Нарисовать-то можно. То есть так же, как и мы. Мы же можем напечатать-то рублей сколько угодно. Никто же нам, так сказать, не мешает. И тоже можем миллиарды рублей печатать, на эти миллиарды строить авианосцы. Но мы же этого не делаем. Потому что ясно понимаем, что эти рубли, в конечном итоге, они разрушат нашу экономику изнутри. Ну ладно. Так вот, значит, реальность пока такова. Возвращаясь к флоту, да. Из-за проблем с финансированием, вот, по нынешнему состоянию. Например, среди атомных американских многоцелевых подводных лодок значительная часть по 4-5 лет не выходит в море, стоит на приколе. Одну из таких лодок уже просто вывели в резерв. Да? Из-за затянувшихся работ в доках. Но вы понимаете, если лодка стоит, в море не ходит, личный состав, нужно же ежегодно. В военно-морском флоте у нас, во всяком случае, ежегодно сдаёт экипаж любого боевого корабля, сдаёт задачи. Да, чтобы войти в линию, так называемые. Линейные корабли, это корабли, готовые к выполнению боевых задач. Чтобы войти в линию, нужно сдать целый ряд задач. Первая задача, там, К1, это вообще организация службы на берегу. Дальше К2, там, это уже в море. Потом разного рода задачи по специальному, по применению оружия. И так далее, и так далее, и так далее. Это же сложный процесс. Если у тебя пароход простоял на приколе 4 года, помимо того, что там, так сказать, и технически, ты, может быть, чинил у него винты, но за это время уже вышли сроки регламентной проверки торпедных аппаратов. А личный состав вообще разучился отличать море от суши. Понимаете? И вот источники Defense News говорят, что в нынешнем году такая же судьба ждёт ещё 5 американских подводных лодок, если на их ремонт не дойдутся деньги до конца этого года. То есть тоже их нужно будет из линии выводить, но говоря по-нашему. То есть они перестанут числиться в составе сил, которые способны выполнять боевые задачи. Ещё 6 декабря в прошлом году заместитель министра обороны Соединённых Штатов Америки, ещё предыдущий заместитель министра обороны, его звали Роберт Уорк, он заявил следующее. В вооружённых силах США слишком много проблем, которые надо решить, прежде чем заниматься наращиванием военной мощи. Для того, чтобы просто залатать дыры в нашем военном бюджете, нужно ежегодно расходовать на оборону дополнительно 88 миллиардов долларов. Это первое, на что мы рассчитываем. Если этих денег не будет, нам придётся резать корабли и самолёты, у нас не будет никакого другого выбора. Понимаете, да? Это замминистра обороны говорит. Только чтобы поддержать, вот на нынешнем уровне, нужно дополнительно влить, ежегодно вливать 88 миллиардов долларов. Где взять? Где взять? Кстати, он же и предложил, частично, во всяком случае, предложил решение вопроса. Он предложил перенацелить 30 миллиардов долларов, которые в военном бюджете Соединённых Штатов Америки предназначены для финансирования зарубежных операций. Понимаете? То есть, это то, в значительной мере, это то, что идёт на финансирование финансирование вот этой европейской, усиление европейской политики НАТО. И то, что идёт на какие-то задачи в Сирии. То есть, он сказал, ребята, если мы эти деньги сейчас не возьмём и не вложим просто тупо в ремонт, то тогда нам будет нечем воевать. Очень скоро. А учитывая, что у американцев базы по всему миру, в 150 с чем-то страна, вы понимаете? То есть, они должны содержать в постоянной готовности в этих огромное количество сил. Причём мы всё время американцев-то сравниваем с собой и говорим, да, у них много больше. Да, больше у них, больше, да. Но ведь кроме России в мире существует Китай, существует Иран, существует Северная Корея, существует масса других стратегических районов, для американцев, ой, как не любят. Они вынуждены там содержать свои гарнизоны, свои корабли, свои военно-воздушные базы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вся военная инфраструктура американская сегодня уже перенапряжена. Да, так что, я бы так сказал, подводя итог. Организовать внезапный и массированный удар по России и Соединённые Штаты сегодня просто не способны. Именно поэтому Путин сказал, что сегодня мы сильнее любого агрессора. Он не сказал, что мы в военном отношении сильнее всех в мире. Нет, суммарный военный потенциал у американцев, он выше, чем у нас. Но дело в том, что геополитическая, военно-стратегическая ситуация такова, что они его размазывают по поверхности всего земного шара. А мы имеем возможности сконцентрировать свой потенциал на тех стратегических направлениях, которые для нас в первую очередь важны. И получается, что сегодня ни американские авианосцы не способны подойти к побережью российскому на дистанцию, когда они смогут применять свои самолёты. То есть теоретически, конечно, способны. Но только есть очень высокая вероятность, что они все перетонут, прежде чем они туда приблизятся, на эти расстояния 600-500 километров. А с более далёкого расстояния бессмысленно применять самолёты, невозможно. Ну, ладно. Короче, я думаю, что в ближайшие несколько лет вот этот баланс, соотношение военных сил, он будет меняться. И станет уже в достаточной мере очевидно и наглядно, как будут развиваться те тенденции, о которых мы сейчас говорим. Трамп собирается переломить эти тенденции, но я, честно говоря, не вижу, где он может взять ресурсы для того, чтобы это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok